На телеканале РБК Омск новости. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Точка поставлена. Какой приговор вынесут экс-министру Вадиму Миренкову? Первомайский новая серия, как история с киндосуговым центром в нефтяниках, из драмы превратилась в фарс. Нет стройки, нет денег. Почему Омская область рискует остаться на сухом бюджетном пайке? Золотой трамплин. Как в Омске намерены бороться с безработицей? Центральный районный суд Омска поставил точку в очередном громком уголовном деле с участием высокопоставленного чиновника. Экс-министр имущественных отношений Вадим Миренков признан виновным превышением должностных полномочий. Правда, вердикт в суде оказался несколько мягче, чем требовало обвинение. 4,5 года колонии, причем два из них Миренков уже отсидел в СИЗО. Приговором суда Вадиму Миренкову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение 2,5 лет занимать должности в органах государственной власти. Напомню, прокуратура просила назначить Вадима Миренкову на год больше 5,5 лет колонии. Из-за действия экс-министра бюджета региона был нанесен ущерб в миллиард рублей. Еще в качестве первого замдиректора Департамента имущественных отношений он не принимал мер по повышению аренды для Омского доконала. Таким образом, городское казнание досчиталось 800 миллионов рублей. Еще 200 миллионов рублей – потери от продажи земли в Чукреевке. Вместе с Юрием Гамбургом они предоставили в собственность шести граждан и одной организации участки по заведомо сниженным ценам. Четыре года назад Миренков пытался скрыться от правосудия, пустился в бега и находился в международном розыске. Затем все же сдался правоохранителям добровольно. Арбитражным судом Омской области 20 сентября вынесено решение об открытии реконструированного кинотеатра Первомайский в Советском округе. Развлекательный центр вновь распахнет двери после простоя через месяц, если решение суда не будет оспорено администрацией города. Подробности киношной истории знает Василий Панчинцев. С апреля кинотеатр Первомайский стоит закрытым. Все это время эксперты в рамках судебного заседания пытались понять, сколько здесь зданий, одно или два, и соответствуют ли они нормам пожарной безопасности. Здание опечатано, но 20 сентября арбитражный суд Омской области встал на сторону консессионера. Уже через месяц здесь можно будет, спасибо, купить попкорн и билет на ближайший сеанс. Похоже, что сага о кинотеатре Первомайский все-таки близка к завершению. История, начинавшаяся как драма, заканчивается фарсом. Администрации города на словах, заинтересованной в развитии бизнеса, на деле так и не удалось согласовать позиции двух департаментов по судьбе одного из крупнейших инвестпроектов в культурной сфере. В рамках концессионного соглашения ООО «Кинопрокат Омск плюс» вложило в реконструкцию заброшенного кинотеатра 600 миллионов рублей. Дополнительно пришлось вложиться, чтобы устранить замечания администрации города. В департаменте имущественных отношений настаивали на нарушении концессионного соглашения и требовали отозвать разрешение на реконструкцию здания и его ввод в эксплуатацию. Решением Советского районного суда здание печатали. Хотя еще весной там проводились первые пробные киносеансы. Вскоре в мэрии заговорили и о претензиях со стороны спасателей, о несоответствии требованиям противопожарной безопасности. Недочеты были устранены к июлю, что и отметил в своем решении арбитражный суд региона. И мы получили сегодня право вернуться к деятельности кинотеатров, деятельности объектов, в которые были вложены громадные суммы. Мы считаем, что эта новость не только для нас хорошая, она хорошая для всех омичей, для жителей городка Нефтяников, самое главное для потенциальных инвесторов. Ведь помимо кинобизнеса есть еще много интересных ниш, куда требуется вложение частных инвестиций и даже иногородних инвестиций. Отметим, что и среди подразделений мэрии Омска не было единой позиции относительно будущего кинотеатра. Муниципальные юристы указывали на опечатки в экспертизе, где одному из специалистов пол сменили с мужского на женский. По их мнению, у сотрудников компании «Сибирь-регион-эксперт» не было необходимой квалификации, чтобы оценивать соответствие здания противопожарным нормам. Депымущество настаивал на проведении еще одной экспертизы, которая бы обошлась бюджету Омска еще в 500 тысяч рублей. Но суд посчитал, что и одного экспертного заключения достаточно. Справедливость восторжествовала, вынесено, как мы полагаем, законное обоснованное решение. Речь идет скорее о несогласованной позиции между руководством города и непосредственными исполнителями, которые участвовали в судебном заседании. Потенциальные инвесторы, наши бизнесмены, предприниматели, которые работают в нашем регионе, которые приходят в наш регион, видя, что все-таки даже хотя бы через суд возможно добиться справедливости, будут уверены в том, что возможно работать в нашем регионе. В администрации города пока не комментируют решение арбитражного суда, которое должно вступить в законную силу через месяц. Возможно, чиновники рассчитывают, что последние слова кино не будет, в этой истории останутся за ними. Не получите новое, пока не закончите старое. Из-за знаменитых долгостроев Омская область рискует оказаться на сухом бюджетном пайке. Счетная палата намерена прекратить выдавать деньги на строительство регионам, не закончившим возведения ранее начатых объектов, сроки по которым были сорваны, сообщает «Известия». По оценке ведомства России, около 12 тысяч незавершенных строек. Общая сумма финансирования – 2,5 трлн рублей. Для избежания таких ситуаций планируют запустить единую информационную базу действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта. О ее создании счетная палата и Минэкономразвитие уже договорились. Для Омска эта инициатива рискует стать особенно болезненной. Перспективы многих долгостроев до сих пор остаются туманными. Омский метрополитен, аэропорт Омск-Федоровка и Красногорский гидроузел, хотя и является, по мнению федеральных чиновников, неперспективными, но окончательное решение об их судьбе до сих пор не принято. Завершение реконструкции здания страхового общества «Саламандра» также под вопросом. Чиновники, которые курировали эту стройку, рискуют стать фигурантами уголовного дела. Кроме того, в Омске долгое время не могли завершить работы на Омской крепости, а западный обход, построенный еще три года назад, до сих пор не введен в эксплуатацию. Из безработных – бизнесмены. Омской мэрии объявили о приеме заявок на конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства и размеры поддержки соответствующие. К примеру, средняя величина субсидий составила 340 тысяч рублей, правда, только для победителей конкурса. На какую сумму могут претендовать начинающие коммерсанты в этом году, пока не ясно. Предполагается, что предприниматели после победы вложатся в развитие своего дела на начальном этапе. Чиновники отмечают, что чаще всего бизнесмены после участия в подобных конкурсах вкладываются в приобретение оборудования, помещения, регистрацию бизнеса. И действительно, после регистрации ИП приобретение помещений, как показывает практика, оставшихся денег редко хватает на что-то другое. Требования к участникам конкурса у городминистрации довольно интересные. Если пункт «Опыт предпринимательской деятельности менее года» вполне понятен, то деление новичков на целевые группы вызывает вопросы. Так, например, в погоне за грантом могут отметиться зарегистрированные безработные, молодые семьи, уволенные в запас военнослужащие, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения и молодежь. В федеральном правительстве продолжают искать ответ на вопрос, как выманить самозанятых из тени. И, похоже, решать проблему все-таки намеренным методом КНТА – ужесточением санкций. В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность. Авторы инициативы депутаты Единороссы отмечают, наказание для тех, кто ведет свое дело в тени, не менялось уже 6 лет. И максимум, что грозит нелегальным бизнесменам сейчас – это штраф от 500 до 2000 рублей. Это даже ниша государственных пошлин за регистрацию в качестве ИП и юрлица. Они составляют 800 и 4000 рублей, соответственно, и санкции, установленных для тех, кто работает в рамках правового поля. Поэтому стимула выходить из тени у нелегальных предпринимателей сейчас нет. Законопроектам предполагается увеличить штрафы за бизнес тени за первое правонарушение – от 5 до 10 тысяч рублей, а за повторное – от 20 до 30 тысяч. Предполагается, что изменения будут мотивировать бизнесменов работать легально, а также помогут увеличить поступление в государственную казну в виде растущих налогов и взносов. Добавлю, что по данным аналитиков, Россия входит в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. Ее объем, даже по самым оптимистичным прогнозам, составляет почти 34 триллиона рублей, или 39% ВВП страны. Подробнее эту инициативу обсудим с предпринимателем Алексеем Веденеевым. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, ужесточение штрафов поможет вывести бизнес из тени, или все-таки нужны какие-то стимулирующие механизмы? Мне кажется, здесь главный момент, кто и каким образом этот процесс будет контролировать. То есть ужесточить штраф и написать закон – это очень достаточно легко. Теперь нужно понимать, как этот закон будет контролироваться и для кого он написан. Сейчас, скорее всего, этот закон написан для тех предпринимателей, которые занимаются, наверное, не бизнесом в большей степени, а каким-то предпринимательством. То есть у них есть какое-то хобби, у них есть какое-то направление бизнеса, которое им приносит определенный доход, который позволяет им, так скажем, не держать наемных работников. Скорее всего, это какое-то направление, там, один-два человека, которые работают и покупают недорогие товары из Китая, продают их через интернет-магазин, либо человек действительно там занимается стекольной лепкой, да, и вот у него получается продукт, и он на этом немножко может заработать. Почему он не выходит в официальное поле? Потому что он на этом, ну, по моему мнению, не так много зарабатывает на самом деле. И если бы его доходность, если бы он выходил на другой уровень развития, то есть ему нужно было набирать наемных работников, да, ему нужно было расширять там какие-то свои собственные площади, у него бы возникали определенные проблемы с его неоформленностью бизнеса. То есть, чтобы снять площадь в аренду, тебе обязательно нужно иметь ИП, ООО, чтобы ты заключил официальный контракт, тогда ты возникает у тебя, ты становишься видимым, в принципе, для государства. И, естественно, ты идешь и оформляешь это ООО. Более того, этот закон, скорее всего, написан как раз-таки для того предпринимательства, которое занимается, ну, в моем понимании, там, очень мелким бизнесом, и который просто легализовывается не то, что не хочет, он, может быть, даже и не понимает, для чего это ему нужно и какие инструменты для этого нужны, каким образом это будет контролировать, то есть каждому человеку налоговый орган представят, да, то есть не будут ли расходы по контролю исполнения этого закона намного выше, чем то, что мы получим на самом деле от этой легализации. Может быть, людям предоставить возможность и рассказать, что они от этого получат, от того, что они легализуются и будут работать в официальной сфере, да. Тем не менее, правительство говорит о том, что таким образом бюджет не получает порядка трех триллионов рублей, и, кстати, сами предприниматели много замечают, что не хотят выходить из тени, потому что инвест-климат непривлекательный, в том числе в Омске области. Как вы считаете, есть ли здесь проблемы и какие барьеры существуют именно в нашем регионе для бизнеса? Инвест-климат непривлекательный, мне кажется, что здесь нужно разделять, опять же, для кого. То есть если мы говорим о предпринимателях в очень малом бизнесе, то есть, допустим, парикмахерская возьмем, либо любой комплекс оказания мелкосрочных услуг, для них инвестиционный климат, ну что им надо? То есть они работают, своим трудом зарабатывают денежные средства, естественно, они делиться с государством не очень хотят этими денежными средствами, которые они формируют своим чисто трудом. Когда мы говорим о том, что этот предприниматель хочет открыть сеть обувных центров, здесь возникают определенные проблемы. Они связаны в первую очередь с чем? Банковская структура, ну первое, откуда мы можем получить финансирование каких-либо проектов развития, первое, что в голову приходит обычному предпринимателю, особенно начинающему, прийти в банк. Как-то у нас не привыкли приходить к государству и не понимают, кому приходить, приходят сначала в банк. Банк говорит, хорошо, вот список документов, предоставь, пожалуйста, этот список документов. Первый вопрос возникает, обычно у малого и среднего бизнеса, как этот список предоставить? Потому что бухгалтерская дисциплина на этом уровне бизнеса, ну зачастую хромает. Второй вопрос, это его финансовая составляющая бизнеса. То есть, если это мелкий бизнес, да, скорее всего, у него там аутсорсинговая компания ведет отчетность в определенном формате, и предоставляет эту отчетность в банк, банк ему задает вопрос. Как ты собираешься свое развитие финансировать? Если это проект развития, практически банки на данном этапе, ну на данном этапе это имеется в виду в сегодняшнее время, не рассматривают проекты развития, которые не могут финансировать в случае чего нынешний бизнес. Второй момент, это момент залоговый. Мы понимаем, что если это малый бизнес, да, или начинающий бизнес, скорее всего, это арендные площади, да, это там несколько человек работников, ну сотрудников там обычно до десяти, да, и, естественно, залогов, ну кроме личного автотранспорта и там личных квартир, которые зачастую тоже в ипотеке, нечего банкам предоставить. Естественно, банки, смотря на эту ситуацию, ровным счетом процентов, наверное, 99 скажут нет. Плюс к тому же, банки в последнее время в очень жестких рамках от центробанка. То есть, если по рискам, по их показателям рисков клиент не платежеспособен, либо рисково платежеспособен, тогда они должны обеспечивать это резервами. Это банку, естественно, не нужно, то есть на эти денежные суммы, которые они выдали, они еще должны обеспечить резервы. Конечно, они такому клиенту откажут. Но ведь есть еще один момент. Клиенты могут обратиться, например, к государственным органам и поучаствовать в конкурсах на получение гранта и субсидий. Здесь есть какие-то проблемы? И как просто это все получить? Все верно. Есть гранты и субсидии, здесь надо тоже понимать, какого уровня бизнеса. Если мы говорим о начальном, это значит проекты бизнес-инкубатора, это финансирование стартапов. Есть различные конкурсные программы, в которых предприниматель может поучаствовать. Более того, он от бизнес-инкубатора может получить помещение в аренду. Но он здесь должен готов быть с точки зрения документации тоже. Если мы говорим дальше о развитии бизнеса, если мы говорим, что суммы необходимы большие, то существует структура, она называется корпорация, на федеральном уровне корпорация развития среднего и малого бизнеса, сокращенно МСП. Есть различные программы финансирования корпорации на различных уровнях проектов. С точки зрения федерального подхода к этим программам все выглядит очень красиво. То есть на данный момент есть программа 6,5%. Что это значит? Это можно получить в банке партнеров корпорации кредитные ресурсы под 6,5% годовых. Эти ресурсы, по идее, должны быть доступны для всех предпринимателей. Но здесь самая основная проблема в том, что банки-партнеры, которые это финансирование должны выдавать по программам МСП, МСП напрямую не финансирует проект, а участвует через банков-партнеров. Банки-партнеров точно так же связаны по рукам и ногам. Первое, это своими правилами финансирования проект. Плюс к тому же смотрят точно так же, насколько нынешний бизнес может финансировать этот проект развития в будущем, случись как бы что. Если пойдем сейчас в банк и скажем, дайте нам на эту сумму кредит, наша финансовая составляющая, то, что мы формируем сейчас группой компаний, не позволит на эту сумму финансироваться. Алексей, у нас совсем осталось немного времени, если подводить итоги, то как все-таки можно решить эти проблемы, мы много говорили о том, какие барьеры существуют, но все-таки как их можно преодолеть в вашей пути, ваше предложение? Мне кажется, как раз-таки здесь очень важно структурировать и подходить к каждой группе вот этих компаний по-разному. Для каждой группы предпринимателей, мне кажется, нельзя подходить к малому и среднему бизнесу как к какой-то одной структуре, которой нужна какая-то одна пилюля. Вот мне кажется, что здесь очень структурировано надо сначала этих всех разных предпринимателей разбить на разные группы. У них разные возможности, у них разные штаты людей, у них разные подходы к бизнесу. И каждой группе людей уже работать, давать информацию ту, которая им нужна. Либо они должны ее брать, знать, где взять эту информацию, и уже приходить и пользоваться той поддержкой, которая действительно на федеральном уровне заложена, и на региональном уровне заложена. Алексей, спасибо, что нашли время к нам прийти. Пожалуйста. А я напоминаю, с нами был Алексей Веденеев. И к другим темам дня. Поработали хорошо, но проблемы все не решили. В городском совете отчитались об итогах первого года работы в новом созыве и рассказали, на каких направлениях намерены сосредоточиться в новом году. Особое внимание планируют уделить поддержке малого бизнеса. Общей сложности за год парламентарии рассмотрели около 500 вопросов, которые так или иначе затрагивали качество жизни в Омске. В 2019-м прежде всего внимание будет сосредоточено на исполнении новых майских указов президента. Что касается местных проблем, то, по словам депутатов, прежде всего они намерены заняться решением вопросов муниципального транспорта, провести борьбу по ограничению продажи алкоголя и более тщательно вести учет всех городских активов для пополнения городской казны. Кроме того, в ближайшие несколько лет необходимо решить вопрос с омским метрополитеном и аэропортом, пока не стало слишком поздно. Утверждена концепция социально-экономического развития города Омска до 2030 года. И над стратегией социально-экономического развития города Омска работают непосредственно все ветви власти и депутатский корпус принимает участие во всех рабочих группах для того, чтобы нам прописать в этом документе, стратегическом планировании все аспекты по наиболее приемлемому сценарию развития нашего города. Омская область заняла второе место по темпу роста зарплат в России. Обнадеживающие данные публиковали на сайте регионального правительства. Ссылаются чиновники на данные Росстата. Так, по итогам первого полугодия среднее ежемесячное вознаграждение омских работников выросло почти на 13%, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 8,7%. Быстрее выплаты увеличивались только в республике Дагестан. Но есть и другая сторона рейтинга, о ней на правительственном портале ни слова. Средняя зарплата в Омске по официальным данным 32 764 рубля. И поэтому показатель регион занимает далеко не лидирующие позиции, предпоследнее место в Сибирском федеральном округе. Для сравнения, в Москве, например, средняя зарплата составляет 89 318 рублей, в Санкт-Петербурге почти 60 тысяч и даже в соседней Томской области 40 тысяч. Роскошь или средство передвижения омичи не готовят по поводу очередного скачка цен на топливо. И если в случае с бензином ценник на заправках немного стабилизировался, то газ неожиданно подорожал. Так, на некоторых станциях литр газа сейчас отпускает по 23 с лишним рубля. Ели с автолюбителей. Некоторые водители от такой ценовой политики топливных компаний впадают в отчаяние и довольно эмоционально высказывают свои претензии. Отмечу, что эпопея с ценами на топливо в Омской области уже несколько месяцев. В начале лета литр газа обходился автолюбителям в полтора раза дешевле – всего 15 рублей. Эксперты полагают, что колебания цены, которых так активно говорят водители, скорее всего, заметны лишь на частных заправках. Кроме того, в числе причин подорожания стоимости газа в России называют подорожание бензина и дистоплива, а также падение курса рубля в курсу доллара. В России могут измениться правила автострахования. На сей раз нововведения коснутся процедуры возмещения ущерба из-за ДТП. Страховщикам придется выплачивать компенсации, даже если у виновника аварии нет полиса ОСАГО. Правда, в ближайшее время автолюбителям ждать такого подарка не стоит. Законопроект, который предусматривает эти новшества, только внесли на рассмотрение в Госдуму. А пока участнику ДТП, которому нанесен ущерб, придется все же самостоятельно собирать документы и доказательства, а также тратить время и, главное, деньги в процессе взыскания убытков. Хотя страховые компании, по мнению авторов документа, обладают и кадровыми ресурсами, и возможностями для того, чтобы взять это все на себя. Так или иначе, если законопроект будет одобрен, обязанности по возмещению ущерба лягут на страховую компанию, которая застраховала гражданскую ответственность потерпевшего. Это, как утверждают депутаты, будет гораздо справедливее. И на этом у меня все. Следите за развитием событий и оставайтесь на телеканале РБК Омск.